Медиагруппа Авангард представляет Рассмотрим текущую ситуацию на рынке. Ситуация такова, что последние несколько лет рынок в финансовой сфере достаточно сильно меняется. Связано это с тем, что жизнь отцифровывается и меняется, и появляются необанки, финтех-компании, которые составляют достаточно серьезную конкуренту классическим банкам. Поэтому традиционный банковский бизнес через отделение становится менее маржинальным, менее рентабельным. Это толкает традиционные банки к тому, что необходимо пересматривать стратегию и искать новые каналы продаж. Новые каналы продаж в основном находятся в двух плоскостях. Первое – это разработка новых цифровых продуктов. И второе – это вывод на рынок продуктов, которые являются небанковскими, как пример доставки еды. Все это приводит к тому, что банки большие и крупные запускают программы цифровой трансформации. Мелкие банки стараются специализироваться на какой-то нише, которую ищут, и в этой нише уже разрабатывать какие-то новые истории с точки зрения цифры. Все это приводит к тому, что в банках появляется много инхаус-разработки, а эта инхаус-разработка должна осуществляться уже на совершенно других скоростях, нежели это было традиционно принято. Поэтому это объясняет то, что появляется agile в банках, это объясняет то, что time-to-market, время, которое отводится для того, чтобы выводить новую функцию на рынок, становится критичным показателем для банков. Это приводит к тому, что катастрофически меняется ландшафт. Сейчас вообще банки по исследованиям занимают значительное место в компаниях, которые у себя внедрили agile, в частности по… И вообще российские банки, смотрел отчет компании McKinsey, они занимают достойное место по сравнению с европейскими в части цифровизации своего бизнеса. По данным этой компании, где-то в полтора-два раза банковские приложения российских банков опережают по количеству функций европейские. Объяснение этому, на самом деле, достаточно простое. Мы позже, чем европейские банки на этот рынок пришли, уже была цифра, уже были развиты эти технологии, а зачастую проще сделать что-то с нуля, чем модернизировать то, что хорошо работает. Вот имеем такую картину, и эта картина, собственно говоря, приводит к тому, что новые технологии в разработке, они в банках больших и крупных внедряются. Понятно, что классический waterfall, он остается и никуда не уходит, и свою нишу он долго еще будет занимать. Но, тем не менее, вот современные подходы к разработке, в частности, DevOps, они выходят на первый план. Что такое DevOps, я думаю, объяснять здесь присутствующим не надо, но это приводит к тому, что появляется большое количество инструментов, которые в разных банках, к тому же, разные. Вот здесь на слайде картинка с многообразием этих инструментов самых. Это и средства, которые позволяют автоматизировать разработку кода. Это и средства, которые позволяют мониторить производительность приложений. И многие-многие-многие другие средства. И здесь получается у нас достаточно такая интересная картина, когда безопасники работают по своему фреймворку, а разработчики работают по своему. И вот эти вот истории, они не очень на текущий момент совмещаются. И цель нашей презентации, на самом деле, сегодня очень простая. Первая цель, которую мы преследуем, это постараться все-таки каким-то образом классифицировать и показать вам те векторы угроз, которые возникают вот в этой вот сложной картине, и предложить решения организационные и технические, которые правильным образом могли бы отвечать на эти угрозы и, так скажем, постараться вообще приоткрыть туман войны. Мы сегодня, безусловно, не дадим какую-то серебряную пулю, которая позволит решить все проблемы. Это и понятно, потому что история новая, история развивается. И, в общем-то, цель нашей сегодняшней презентации – это приоткрыть так называемый туман войны для того, чтобы стало понятней. На этом я передаю слово моему коллеге Денису Якимову. Денис продолжит уже раскрывать этот вопрос в части деталей. Добрый день еще разок. Что ж, я думаю, Андрей довольно наиболее полно сказал. Мы сегодня представим лучшие практики и вообще попробуем показать наш опыт и что мы извлекли из за несколько лет работы с безопасной разработкой. Что ж, есть жизненный цикл разработки. Он называется SDLC. Это фреймворк такой базовый, который разделяет этапы жизненного цикла на проектирование, на разработку и написание кода, на тестирование и за непосредственно постэксплуатацию. В конце концов, этот фреймворк микрировал в DevOps, который более детализировал, соответственно, жизненный цикл и разделил его на две такие важные части, как CI и CD. То есть непрерывная интеграция и непрерывная доставка. И надо разобраться в терминах. Давайте пройдемся по этапам быстро и коротко. Возьмем какую-нибудь разработку в какой-нибудь компании. Предположим, есть несколько разработчиков, и каждый из них осуществляет коммит своего кода в определенную девелоперскую ветку. Это этап — это непрерывная интеграция. И, предположим, это будет GitHub. Далее, соответственно, после того, как коммит был осуществлен, система аркестрации, зачастую это Jenkins или Runner, его еще называют, оно производит модульное тестирование. Оно собирает все то, что было опубликовано в девелоперскую зону, в ветке и запускает задачи автоматически по тестированию кода. И сразу его билдит и деплойт на какую-то, например, девелоперскую зону. Непрерывная интеграция закончилась, начинается непрерывная доставка. Все эти модули сливаются в единый, все эти модули интегрируются. И далее, на самом деле, количество этапов зависит от заказчика, но есть такая условная стейджинг этапа. То есть мы дальше разворачиваем все эти модули, собираем в одно. Разворачивать можно это, например, в докере, в кубернет, как пример. И в случае, если идет какие-нибудь ошибки, что же, опять прерываем разработчика, говорим, да, ты здесь ошибся, да, ты совершил ошибки, и сообщаем ему. Опять же все выполняется через Jenkins, через оркестратор. И, наконец, все это публикуется в Prod. Сейчас набирает обороты это публичные облака, как Amazon Web Services. И далее все дело передается тестировщикам. Вот такой простенький условный CI-CD pipeline, так называемый, как это все работает. В чем проблема безопасности, да? Есть такие две ситуации. Вот это еще ситуация ничего. То есть у нас есть тестирование IB, и оно находится в конце жизненного цикла. То есть мы провели разработку, развернули на каком-нибудь предпроде наш код, и далее мы запускаем туда либо пентестеров, либо какой-то сканер, но, тем не менее, делаем это в конце. Это еще довольно неплохо, а за счетой бывает так. То есть тестирование IB где-то сбоку, где-то сбоку что-то запускают, и никак это не интегрировано в процесс. Безопасники просто накидывают требования. Что из этого вытекает? Почему это плохо? В первую очередь, что вследствие того, что IB не встроено никак в процесс, возникает всем знакомое, у кого есть разработка, конфронтация, конфликты между IB и ИТ, потому что разные подходы, waterfall, agile. И, соответственно, как итог, это задержка релизов, как итог, высшее руководство идет на компромиссы, и как итог, проблемы с безопасностью оставляют в следующих релизах, что порождает финансовые и репутационные потери. Все это заканчивается тем, что по нашей практике, к сожалению, некоторые директора по безопасности уходят со своих постов по тому или иному кейсу. Безопасная разработка, что это? Вообще, это три таких составляющие. Это культура, то есть это и обучение, это и регламенты, четко сформулированные для разработчиков, каким образом нужно взаимодействовать с ИТБ делом, по какому поводу мы к ним идем. Кроме организационной части, это и инструменты, которые встраиваются в процесс, и это навыки. Это обучение, то есть безопасники, они там скандируют о том, что такое application security, и ни у кого не возникает проблем вообще недопонимания никакого-то. Здесь же речь о bug bounty, security champions. Что вообще безопасность такое в приложении? Мы сказали сейчас только о коде, но на самом деле это вот это вот все. То есть это и код, это и инструменты, это и непосредственно запущенное приложение, это и то, на чем приложение стоит, то есть то, что нам всем привычно, это виртуализация, контейнеризация, это сеть, это публичные блока. И проблема, это зачастую неправильная конфигурация, это ошибки в коде, которые нужно отлавливать, это секреты. Безопасность, она просто от азов до верхушки разработку пронизывает. Как будем в это встраиваться? Вот мы отобразили, соответственно, SDLC, жизнь, цикл, и как на нашей практике мы встраиваем инструменты по безопасности на каждый из этих этапов. Долго останавливаться здесь не будем, потому что уже следующим слайдом мы разоберемся на каждом из этих этапов. Что ж, этап проектирования, вообще откуда появляется проблема недопонимания, то, что появляется какой-то код, появляется какая-то… Потом его, соответственно, ошибки там находят, недопонимание. Все это начинается с того, что уже на момент проектирования не учитываются проблемы безопасности. Что вообще нужно для этого сделать, чтобы на этапе проектирования уже учесть эти ошибки, чтобы их уже на корню, эти уязвимости предотвратить и убить. Моделирование угроз. Это не то моделирование угроз, которое многие из нас представляют. Это так произошло, что совпало локализация, это называется treat modeling. То есть мы моделируем угрозы прямо в жизненном цикле разработки с помощью инструментов. Это раз, как первый шаг в сторону решения проблемы. Следующее это написание регламентов и политики, которые говорят о том, так называемый quality gate, то есть условия прохождения жизненного цикла разработки. И test driving security. Что это? Из разработки пошла такая история, когда мы сначала пишем тесты, а потом по этим тестам мы начинаем уже писать код. Test driving security это аналогичная история, только мы сначала пишем тесты по безопасности, а потом их проходим. По поводу моделирования угроз, вот здесь есть скриншот инструмента, как это примерно работает. Разработчики совместно с безопасниками, они указывают на архитектуре, на схеме, какие компоненты располагаются, например, веб, SQL, проходят соответственно опросные листы и далее инструменты подсчитывают риски, которые имеются на основе этих опросных листов и на архитектуре. И в процессе жизненного цикла их можно отслеживать, что и исправлять. То есть мы объясняем разработчикам с самого начала проблемы с безопасностью и как начинаем обсуждать и решать это все. Что ж, да, спроектировали. Далее идет написание кода. Здесь вообще можно очень долго говорить об этом, но мы коснемся именно хранения секретов, то, что есть исходные коды, есть куча CID-инструментов, вот как Jenkins, везде учетные записи, везде логины и пароли, они просвечиваются по исходникам просто везде. И как-то с этим нужно делать, потому что в случае там кражи исходных кодов все эти секреты улетают, потому что там разработчик, например, у себя в публичном репозитории опубликовал, эти пароли оказываются в публичном доступе и в итоге какой-нибудь злоумышленник просто заходит по удаленке на ваши сервера, особенно если там какие-то бастионы не реализованы. Вот как пример, как это работает, да, то есть есть некий плейбук в Ansible, и там просто потому, что это нужно указать, чтобы получить доступ к MSQL базе, указывается пароль, и он вот так вот в открытом виде и лежит. И замечательно он называется Example, здорово. Как мы это решаем? Вчера это называли секретницей, но вообще это называется Password Vault, мировая практика. Концепция простая, есть место, где хранятся все пароли, доступ к ним регулируется политикой, пароли ротируются, изменяются и, соответственно, как итог, я сразу отлично, на следующий слайд это выглядит вот так. Нет паролей в исходном коде, есть только обращение к этим паролям в виде названия, а далее идет уже обращение к Password Vault. Исходники крадут, имеется только название переменных. Из нашей практики вообще на что стоит обратить внимание при выборе Password Vault. Во-первых, можно подобрать кластеризацию сразу из коробки, чтобы там на open source ее не думать, как что собрать в случае большого интерпрайза. Выбираем то, что интегрируется относительно ваш, то, что имеется у вас из инфраструктуры. Есть кубернет, окей, интеграция с ним, с EM, HSM. Безопасники вообще не часто, не всегда нравится обращаться к command line интерфейсу, коду. Что ж, выбираем то, что имеет веб интерфейс. И я знаю, что у многих есть пам, также можно подобрать решения, которые интегрируются спамом, чтобы хранить и учетки, и сервисные учетки, все в одном месте. Далее проверка исходных кодов. Я не буду здесь долго останавливаться. Это SAST, то есть решение, которое проходит исходники и говорит, где какие уязвимости имеются, на какой строчке кода, какие уязвимости, как их исправить. Из опыта очень эффективным оказывается то, что когда SAST интегрируется прямо с IDE, то есть с средой разработки. То есть еще до коммита разработчик может узнать, где уязвимости, на какой строчке кода находятся. И далее идет, уже проверили исходники. Это как бы не решение проблемы, потому что SAST, он проверяет только непосредственно код, он не знает, как поведет себя приложение уже развернутое. Решаем это DAST. DAST уже методом черного ящика проверяет непосредственно развернутое приложение. То есть закидывает его запросами и анализирует ответы. В чем смысл? Смысл не в том, чтобы DAST поставил где-то рядом, а интегрировать его в процесс. То есть вот здесь вы видите Azure DevOps, Azure и соответственно здесь вы видите задачи, которые выполняются. И в какой-то момент срабатывает задачка по DAST, и она блокирует там весь пайплайн и сообщается разработчику о проблемах. Чтобы вообще проверить развернутое приложение, его нужно развернуть. То есть этап deploy. Куда мы можем развернуть? Сейчас набирает обороты кубернет, да, и вся эта история, так это еще называют приватными облаками. Какие риски это несет? Образы, да, кто работал с докером, кубернет может знать, что этот образ, например, можно скачать из публичных репозиториев. Что скачали мы там или разработчик, черт его знает, потому что это может быть в том числе уязвимый образ. Мы его ставим, разворачиваем на хосте, далее оттуда уже системными вызовами идет обращение к хосту и совершается какая-нибудь атака. Это и неправильная конфигурация, неправильная настройка политиков, это и незащищенный реестр, неконтролируемая среда выполнения, когда мы не знаем вообще, что там происходит в этом развернутом докер-контейнере. И так как вообще в случае микросервисной инфраструктуры всего этого очень много, всех этих докеров, они как-то там взаимодействуют друг с другом. Опять же таки мы не знаем как, какие потоки, какие порты, просто в случае большого интерпрайза масштабов. Решение этого, этому, это решение комплексной защиты контейнеров. Оно, что оно может? Оно может проверять хосты, например, где развернут контейнер, проверять непосредственно образ, скачанный из интернета, ну из публичных репозиториев, приоритизация, возможность приоритизации уязвимостей и контроль взаимодействия. Опять же таки это может выглядеть примерно вот так, то есть есть перечень образов, они откуда-то взялись, сразу идет подсчет метрик, сразу идет подсчет, показывает, какие имеющиеся уязвимости, сигнатурные проверки. В случае взаимодействия докера, там, я не знаю, контейнер выглядит вот так, то есть прям показывает, как что с друг с другом взаимодействует и в случае, если, например, есть некие уязвимости, он предлагает исправить конфигурацию прям, ну, прям вот, например, тлс, да, сконфигурируйте тлс и исправьте такие-то строчки конфигурации. И, наконец, да, мы развернули приложение, идет уже этап оперейт, публичные облака, amazon web services. Что там происходит, опять же таки, это тоже отдельно большая проблема, то есть как этим всем управлять, какой там vpc, да, s3 bucket, как там настраивать его. Все это усложняет мониторинг, усложняет вообще локализацию инцидентов в этом случае, потому что это такая отдельно стоящая инфраструктура. Вот здесь мы отобразили вообще, что мы применяем на этапе оперейт, в случае, когда приложение уже развернуто в проде. Это может быть и пам, если вы развертываете сервис bastion, да, для удаленного подключения. Понятное дело, WAV, контейнер security в случае рантайм запуска. И вот сегодня вот мы будем говорить про CASB и workload security. CASB это добавляет, интегрирует amazon в вашу среду, чтобы это в итоге было для вас понятно. Это контроль конфигурации, мониторинг. И вот был случай, да, известный с утечкой фейсбука, когда потекло большое количество данных. Это как раз таки было за счет использования amazon веб-сервиса, за счет утечки S3 bucket. В случае использования CASB можно отслеживать утечку конфиденциальных данных из S3. Ну вот, как фича, да. И в CM, да, мы туда в итоге, у нас есть CM где-то в локальной инфраструктуре. Можно сделать так, чтобы события из амазона приходили непосредственно в ваш CM, где все события собираются тоже с интеграцией с CASB. И, наконец, мы что имеем? Кубернет, amazon веб-сервисы, гиперви, там, в ямваре какие-то локальные кампусы, да, как всем этим управлять? Это решение, решение о циске, называется там циска титрэйшн, условная такой workload security. Что оно позволяет? Я думаю, коллеги потом чуть больше разовьют эту историю. Если коротко, да, то мы расставляем агенты, куда только можем их дотянуть. Оно строит вот такой вот красивый график, что как взаимодействует. Мы можем кликнуть непосредственно на один из компонентов, посмотреть, как там будет какой-то подсчет метрик, какие-то используемые порты. Далее мы можем раскатать на все эти наши хосты. Он сразу автоматически сгенерирует политики, раскатываем куда только можно. Например, мы говорим там закрыть телнет-порт, и он закрывает по всей гетерогенной среде, независимо от того, там, на чем там в ямваре, или я не знаю, какое сетевое оборудование, закрываем порт. И есть возможность политики инфорсмент, то есть ее усилить эту политику. Далее идет мониторинг, но и, соответственно, вообще все, что может циск титрэйшн, это сразу те агенты, куда мы поставили. Можно смотреть уязвимости, можно аномалии трафика, ну и раскатываем политики, удобные на всю гетерогенную среду. Пример, который у нас был до этого, вот каким образом на том примере, который был в начале, можно расположить все эти инструменты. Естественно, если все это внедрить, будет это стоить как крыло Боинга, и мы, конечно же, этого не рекомендуем, потому что нужно изначально смотреть, какие есть у вас потребности, анализировать, проводить аудит и выбирать то, что там наиболее значимо из того, что нужно закрыть. Да, и есть кейс, он озвучивался на Black Hat 2019 году в USA. Это, предположим, был, соответственно, кейс, дженерик он называется, выходит какие-то зеродеи, и так, если, соответственно, если мы не придерживаемся методологии DevSecOps или SecureSDLC, мы выявляем эти уязвимости только в основном на момент пентеста. А в случае, если мы придерживаемся методологии, то у нас есть возможность отловить подобные уязвимости еще на этапе жизненного цикла, еще до пентеста. Но от пентеста мы не отказываемся. Собственно, это все. Здесь говорить о преимуществах, наверное, даже не стоит, потому что они и так ясны. Обычный DevOps, который есть на текущий момент, он неэффективен, он не учитывает и B, а и B должно быть учтено, потому что DevOps растет, все эти инструменты на слайде Андрея показаны, их было куча, и обязательно нужно учитывать безопасность и встраивать ее в жизненный цикл. Shift Security Left есть такой общепринятый термин, что нужно делать. Затраты на сопровождение снижаем за счет автоматического поиска и риски, разумеется. Опять-таки небольшая реклама того, откуда это зародилось, потому что мы поняли, что на текущий момент очень мало какого-то материала, мало какого-то источника, где можно развивать эту тему, о которой можно говорить, потому что есть там компании Swordfish Security, вчера они говорили, что она публикует видео, всего это немного, мы начинаем поднимать эту историю с азов, чтобы пропагандируем историю Secure DevOps и приглашаю вас присоединиться к этому движению, потому что за этим будущее мы считаем. Вот. У меня один вопрос тогда, как вот эта вся концепция ложится на и ложится ли на проверку кода смарт-контрактов, или это вообще отдельная тема? Ну вообще, если мы говорим о коде, в любом случае, если имеется некий исходный код, то его можно проверить, просто вопрос на каком языке, да, он был написан. Если мы говорим об исходниках, да, значит мы автоматически подразумеваем с собой SAST, а далее уже смотрим решение SAST, какой оно поддерживает тот или иной язык, потому что они все мультиязыковые, да, нет такого слова, но смотрим на каком языке там написан там тот или иной технологии, технологии будет это смарт-контракт или не смарт-контракт, и засовываем SAST туда, но это вот, если об этом говорим. Я не знаю, это как бы, у меня не стояла такой задачи, вот могу предположить, что я бы вот в этом направлении начал думать. Спасибо большое, коллеги.